Привет, друзья! И я рад приветствовать вас на канале Вот как книга была лайка, а меня зовут Игорь. И сегодня мы с вами будем читать цикл про Хали Холли от ЮНСБО. На самом деле, идея этого видео у меня родилась совершенно спонтанно. Вообще, начнем сначала. Я даже не планировал читать ЮНСБО в ближайшее время. Но почему-то мне стало приходить очень много вопросов и в комментариях, и в сообщениях в директе, в инстаграме, по поводу моего отношения к ЮНСБО. А у меня нет этого отношения, потому что я до этого момента его не читал. И думаю, раз столько вопросов, то нужно как-то на них отвечать. И я не могу постоянно писать, я не читал, я не читал. Нужно это исправлять, и как раз нужно браться и читать. Итак, получилось, что у нас организовались спонтанные чтения ЮНСБО. Что же касается его книг, то, естественно, я, конечно, решил начать с цикла про Хали Холли, в котором сейчас 12 книг, по-моему. И я решил, что для знакомства возьму первую, и потом уже посмотрю, как там что дальше будет. И когда я в инстаграме показал первую книгу, мне стали люди писать, что не нужно, если вдруг не понравится первая книга, не нужно бросать, нужно читать дальше, потому что дальше с каждой книгой просто огонь, все жарче и жарче, и совершенно что-то прекрасное там ближе к финалу уже будет. И я, когда прочитал первую книгу, мне показалось, что действительно это так. И сейчас мы с вами поговорим про первую книгу. И как раз в этот момент у меня родилась идея сделать вот это видео и как раз с вами постепенно читать каждую книгу этого цикла и про каждую книгу постепенно-постепенно рассказывать, чтобы не потом просто сесть скопом и говорить, потому что я могу что-то забыть, что-то, еще что-то. А так мы как раз будем читать с вами книгу и после каждой книги встречаться, и разговаривать, и обсуждать ее. И вот идея этого видео у меня родилась только сегодня, а я уже, получается, я сначала купил первую книгу, потом я решил, что мне нужно дальше будет постепенно читать. Я оформил другой заказ, и мне вот только что прям буквально привезли еще две книги из этого цикла. Но так как я вот сейчас решил делать вот это видео, мне нужны, получается, и остальные книги. Мне сейчас нужно будет оформлять еще один заказ, чтобы как раз все книги ко мне приехали. Ну, кстати, я вот стал покупать их вот в этих покетах, потому что, во-первых, в твердых обложках я разорюсь их покупать, а во-вторых, у меня не то, что много места, поэтому мне вот как раз лучше в таких покетах. Но тут проблема в том, что я так понимаю, что 11 частей этого цикла есть в покетах, а последний, 12-й нож, еще нету. И мне придется брать ее в твердом переплете уже, потому что если я хочу весь цикл сейчас сразу. Итак, что касается первой книги, нет опыри, она у меня прочитана. И знаете, здесь такой момент, я могу перечислять много ее плюсов, и у этой книги абсолютно есть плюсы, но есть один минус, который перечеркивает все эти плюсы. А минус этот заключается в том, что мне было скучно, вот откровенно скучно. Мне было интересно вначале, и потом мой интерес проснулся только в конце, когда объявили, кто убийца, и я такой, ничего себе, он действительно? А почему? И вот как раз вот, когда появился вот этот вопрос, а почему, мне стало интересно. И вот как раз последние страницы этой истории я прочитал с интересом, и именно поэтому я решил, что я абсолютно точно дальше буду читать. А вот вся основная, основное тело книги, оно мне было неинтересно никак. Ну да, там есть отличный момент, у нас же действие здесь происходит в Австралии. Вся вот эта вот Австралия, Сидней, вот эта вся атмосфера, причем интересные моменты с вот этими аборигенами, которые там живут, про которых я даже не знала их существования, и вот с этой точки зрения, да, тоже плюс. Но, но в общем и целом меня как-то не цепляло. Меня не цепляли эти персонажи. Главный герой для меня тоже пока далек, я пока не близок к нему. Еще такой момент, сложилось ощущение, что Несбео в какой-то момент стало тоже скучно от своего детективного сюжета, и он просто увлекся описанием запоя главного героя нашего. И я понимаю, это такая черта, характеризующая персонажа, которая в принципе важна для главного героя, но опять же, это только первая книга. У меня пока нет какой-то вот синхронизации с этим главным героем, пока он для меня чужой человек, я его близко не воспринимаю. И вот этот запой, он для меня тоже чужой, и он от меня далек. Понимаете, если бы вот этот запой случился книге в третьей, то я бы его совершенно иначе воспринимал. То есть для меня было бы это что-то вот прям такое важный, важный момент, особенно в раскрытии персонажа, когда я на протяжении первых книг знал бы про его проблемы с алкоголем и про его стремление побороть эту зависимость. И когда бы она взяла над ним верх, на меня бы это произвело совершенно другой эффект. А в первой книге это было как-то, ну не знаю, слишком, и этому было уделено слишком много места в книге, как по мне. И поэтому в общем и целом не могу сказать, что прям какой-то вау. Но опять же, меня предупреждали о том, что первые книги могут показаться скучными и могут не заинтересовать, но обязательно нужно продолжать читать этот цикл, что мы с вами и будем сейчас делать. И так как нам только что Курьер привез вторую часть, а где она у нас с вами? Вторая часть, запутался. Вот она, вторая часть, Тараканы. Так что будем с вами их сейчас читать. Ну сначала распакуем, потом будем читать. Итак, друзья, я возвращаюсь к вам с двумя прочитанными романами Юн Эсбер. А это Тараканы, которая вторая книга в цикле, и третья книга Красношейка. Почему с двумя? Потому что я решил, что про Тараканы отдельно снимать я даже не хочу, потому что во многом для меня этот роман схож с первым романом Нетопырь. И здесь у нас структура та же самая. У нас здесь случается в Бангкоке преступление, убивают норвежского посла, и Харри Холли отправляют в Бангкок расследовать это убийство. И как раз так же, как и в первой книге, Харри Холли у нас на незнакомой и чужой территории расследует это преступление. И по самой структуре преступления оно очень схоже с первой. Единственное исключение заключается в том, что здесь у нас Несбео уже чуть больше уделяет внимание главному антагонисту, главному преступнику, и чуть больше раскрывает его мотивы. Если в первой книге этот преступник наш появился вскользь, и в конце он, знаете, как рояль в кустах, то здесь у нас чуть больше его раскрывают, чуть больше раскрываются его мотивы, но все равно лично для меня все-таки как-то недостаточно. И вот лично для меня первые два романа являются слабыми, прежде всего слабыми с точки зрения своей детективной составляющей, потому что у нас здесь Несбео все же больше уделяет внимание Харри Холли, раскрывает его какие-то запои, какие-то ситуации с ним, его сломленность, скажем так. А детективный сюжет у него здесь постольку-поскольку, лично для меня это не совсем приятная ситуация в случае с детективами, потому что я больше люблю, когда в детективах главные герои наши раскрываются посредством раскрытия этого преступления, которым они занимаются. И как раз получается, что через преступления раскрываются наши персонажи, через свое поведение в рамках расследования. Вот мне больше нравится такое, потому что так это выглядит как-то более непринужденно, более органично, и в таких моментах я даже сам не подозреваю, как проникаю с главным персонажем, и мне становится интереснее они сами, как герои и само преступление. Вот такой для меня более, скажем так, идеальный сюжет детектива. Здесь же ситуация немножко другая, и поэтому для меня это вот эти два романа первые, «Нетопыри тараканы» немножко чужды, и мне не очень понравились. Что же касается «Красношейки», то здесь у нас ситуация абсолютно другая. Здесь абсолютно другая структура построения детектива. И здесь у нас уже появляются две сюжетные линии. Одна сюжетная линия будет в прошлом, во времена Великой Отечественной войны, а вторая в настоящем. И как раз в настоящем у нас будут раскрываться преступления, которыми как раз будет заниматься Харри Холли. На раскрытие преступлений в наше настоящее время повлияют как раз вот эти сюжеты из прошлого. И во многом вот эти сюжеты из прошлого, они объяснят и помогут раскрыть то, что происходит сейчас. Вот так завуалировано максимально, чтобы вам никак не проспорить. Надеюсь, вы хотя бы немного поняли, что я хотел сказать. В общем и целом, у нас здесь как раз ситуация, когда у нас Несбео более детально раскрывает само преступление, самого преступника, его мотивы, и это очень и очень круто. Кроме того, в Красношейке у нас, помимо вот этой нашей данной ситуации с одним конкретным преступлением, у нас еще появляется дополнительный сюжет, который, как я понимаю, будет продолжаться в следующих книгах. И у нас здесь появляется лидер группировки, которого называют Принц, и я так понимаю, что как раз противостояние Принца и Харри Холли это будет таким сквозным сюжетом в дальнейших романах в этом цикле. Так, друзья, четвертый роман из цикла про Харри Холли прочитан. И четвертый роман называется у нас Немезина. И здесь у нас, как я и предполагал, продолжает развиваться сюжет, начатый в Красношейке. Как раз вот это противостояние Харри Холли и Принца набирает у нас здесь обороты. Оно, конечно, и в самом начале здесь у нас такое достаточно жесткое противостояние между ними. И Принц замешан в убийстве близкого человека для Харри Холли. И как раз в Немезиде у нас это противостояние продолжается. Но помимо этого сквозного сюжета у нас здесь еще и свой такой локальный сюжет, локальный в рамках одной книги. У нас здесь происходит ограбление банка, но преступник, грабитель, он убивает одну из сотрудниц банка. И причем по итогам экспертизы, по итогам просмотра записи этого преступления, детективы приходят к выводу, что все-таки это было не просто какое-то случайное убийство в рамках ограбления. Это была, по сути, как казнь. То есть в план этого ограбления как раз входило убийство конкретно именно этой сотрудницы. И Харри Холли со своим помощником начинает расследовать это преступление. И ему необходимо понять, кто же этим был грабителем и убийцей, и почему это произошло, и почему конкретно именно данную сотрудницу банка убили. Мне очень и очень понравился этот детектив. Вот в этом романе уже как раз то, что мне нравится, что я вам раньше говорил, что когда через раскрытие преступлений, когда через сюжет раскрывается сам персонаж. Вот здесь как раз мы наблюдаем такую картину, когда через преступление, через участие Харри Холли в нем раскрывается еще больше Харри Холли. Благодаря вот с романом Красношейка и Немезида мне очень начинает симпатизировать Харри Холли. Я действительно интересуюсь им как персонажем, и мне очень хочется дальше про него читать. А вот первые два романа у меня такую охоту мне не прививали абсолютно точно. И еще мне нравится, что Красношейка и Немезида, они абсолютно разные по своему характеру преступлений, которые раскрываются в них, и по раскрытию этих преступлений. Я немного переживал, что такой продолжительный цикл, и выдавать в каждом романе новый сюжет, нового преступника, новое раскрытие этого преступления, будет достаточно сложно, и что в какой-то момент может появиться такой единый шаблон, знаете, по которому будет все это клепаться, но нет. Пока Незбио меня в этом плане радует, и у нас такого шаблона нет, и каждый роман, он действительно уникален, и он самобытен. Так что абсолютно точно я буду дальше знакомиться с этим циклом. Ну и у меня другого выбора нет, я уже вам пообещал, что буду знакомиться. Так что пойду дальше читать, и дальше у нас будет с вами Пентаграмма. Это будет пятый роман в этом цикле. Так, друзья, пятый роман из цикла Незбио про Харри Холли у меня прочитан. Но прежде чем поговорить с вами про Пентаграмму, я бы еще хотел сделать небольшую ремарку по поводу Немезиды. Я совершенно забыл, и только вот когда я уже читал Пентаграмму, я вспомнил, что я вам не сказал еще один интересный момент. Что у нас в Немезиде здесь, помимо вот этого сквозного сюжета, который начинается с Красношейки, и помимо преступления с ограблением банка, про которое я вам рассказывал в предыдущей части, у нас здесь еще одно преступление, которое касается лично Харри Холли. И здесь у нас убивают его бывшую любовь, скажем так, с которой он провел ночь. И то есть получается тем самым, что у нас Харри Холли является еще подозреваемым как раз вот в убийстве этой своей любви. Бывшей хотя бы. И таким образом у нас получается, что помимо всего прочего, помимо того, что Харри Холли необходимо расследовать все вот эти названные преступления, он еще является и подозреваемым как раз в убийстве вот этой знакомой, с которой он провел ночь. И тем самым у нас получается такой многослойный детектив с несколькими разными сюжетами и одним главным персонажем в центре. И это очень здорово. Вот еще, что я обязательно хотел вам отметить про Немезиду. Что касается пентаграммы, то у нас здесь есть только две детективные линии, скажем так. Как раз вот эта самая сквозная, которая у нас идет с красношейки. И еще вторая, которая вот локальная. Что касается локального сюжета, то у нас здесь находят тело женщины с отрезанным пальцем. И у нее под веком спрятан бриллиант в форме пентаграммы. И как раз Харри Холли начинает расследование. И ему необходимо понять этого маньяка, понять, почему он это совершает. И вот этот локальный сюжет, его развязка меня несколько расстроила, потому что я о ней догадался где-то на рассередине книги. Вот для меня это было не удивление. И лично для меня вот как раз этот локальный сюжет с убийством женщины, с этими бриллиантами в форме пентаграмм, он для меня был скорее второстепенным. И выступал таким больше фоновым. А все-таки главным для меня как раз был вот этот сквозной сюжет, связанный с противостоянием Харри Холли и принца. И важно отметить, что как раз в пентаграмме этот сюжет у нас раскрывается. И вот это противостояние принца и Харри Холли у нас достигает максимума. И по сути с принцем здесь все заканчивается. И я на самом деле думал, что вот как раз вот этот сюжет, который Несбео описывает у нас в трех этих романах Красношейка, Немезида и Пентаграмма, на этом он закончится. И возможно будет какой-то другой. И когда я об этом рассказал в инстаграме, мне ответили, что нет. На самом деле этот сюжет еще будет продолжаться дальше. Только там уже нужно будет понять, кто же еще над принцем выше стоял. Ну, я понял, что что-то вот вроде этого. Так что, друзья, я думаю, что пока на этом мы с вами закончим знакомство с Несбео. Точнее, вот как раз я выпущу этот ролик, его первую часть. И я буду дальше читать этот цикл. И уже по мере прочтения у нас с вами будут выходить еще дополнительные части. И так постепенно мы будем знакомиться с вами со всем этим циклом. Что же касается первых пяти романов, прочитанных в рамках этого цикла. Я все-таки советовал бы вам, наверное, его читать с Красношейки. Потому что вот первые два романа для меня показались как-то очень слабыми и очень одинаковыми. Поэтому я очень переживаю, что если вдруг вы хотите знакомиться с Несбео, и вы прочитаете эти первые два романа, и вы решите, что у него все такое одинаковое, однобокое, и бросите знакомство, и тогда вы не прочитаете такие прекрасные детективы, которые дальше у него в романах появляются. Поэтому все-таки, наверное, я бы советовал вам начать читать с Красношейки. К тому же вот как раз с Красношейки у нас появляется еще и сквозной сюжет, который проходит через следующие романы. И как раз я надеюсь, что вам будет интересно так знакомиться с этим циклом. Ну что, друзья, на этом мы будем с вами прощаться. Если вдруг вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, если вдруг до сих пор этого не сделали. И до новых встреч и до новых видео про Харри Холли. Пока!